Реконструкция 300-летней святыни в главном католическом храме Гродно-Фарном костёле завершается восстановление одного из 13 алтарей. Пятиметровая конструкция сделана из дерева, но окрашена под мрамор. Уникальную технологию 18 века воссоздают белорусские реставраторы Николай и Елисей Лёли. Как по крупицам сохраняют историю в репортаже Юрия Корнеловича. Задача у реставратора Елисея Лёли не из лёгких. Элементы деревянного алтаря необходимо разрисовать так, чтобы выглядели они как мраморные. Именно в такой технике работали мастера 300 лет назад, когда создавалась святыня. Использую две акриловые краски и одну масляную. Две акриловые, они в основном как фоны используются и добавляются такие, потом уже коричневые такие рисочки. И оно придается как движение камню. Для молодого специалиста фарный костел – знаковый объект. Вместе с отцом, тоже реставратором, Елисей Лёли здесь трудился еще будучи школьником. Правда, тогда он был помощником, а сегодня ему доверили самостоятельно восстанавливать элементы алтаря. Прошло время, куча деталей были, ну, отсутствовали. И требовалось их восстанавливать. Это тоже весьма творческая работа, поскольку одна деталь правая, надо сделать точную копию детали левой. Требовалось ориентироваться, то есть снимать лекалы, переносить их на дерево новое и вырезать. И если сын занимается основой алтаря, отец Николай Лёля взял на себя самый сложный фронт работ. Реставрирует и покрывает позолотые резные детали. Работа не быстрая, на один из разец уходит больше месяца. А восстановить нужно несколько сотен элементов. Это всё резьба по дереву, как видите. То есть она, в принципе, не тяжёлая, лёгкая. Вот, резали её. Настоящие профессионалы. Единственное, что здесь было, это укрепление самой древесины. И частично где-то какие-то были маленькие такие утраты. Это по этой резьбе. Всего в костёле 13 деревянных алтарей. И каждый из них – настоящее произведение искусства. Правда, за 300 лет святыни обветшали и требуют обновления. Масштабные реставрационные работы в Гродненском фарном костёле начались ещё в 2006 году. Тогда во время пожара был повреждён главный алтарь. На его восстановление ушло несколько лет. Полностью обновлены уже пять алтарей. Как показала практика, медлить с реставрацией нельзя. Некоторые деревянные элементы просто рассыпались в руках специалистов. Их приходилось восстанавливать по фотографиям. Начали эти реставрационные работы алтарей, потому что это дерево. Мы знаем, что дерево подвергается и атмосферным каким-то влиянием, и также животным влиянием. Потому что есть червячки, жучки, которые уничтожают это, к сожалению. Хотим, чтобы эта красота, вся эта ценность, которая есть в нашем храме, была передана другим поколениям. На полное восстановление внутреннего убранства храма понадобятся годы. Но спешкой здесь неуместно, утверждают специалисты. Главная задача – полностью вернуть алтарям их первоначальный вид. Да и качество работы реставраторы гарантируют. Святыни простоят ещё как минимум три столетия. Юрий Корнелович, Виктор Бака, Агентство теленовостей.